Музыка Несомненно, наша Земля богата талантами. Ежегодно полярная звезда зажигает на небосклоне много маленьких звёздочек, которые, сливаясь воедино, представляют собой яркое созвездие талантов. Ну а чтобы талант открыл двери в настоящее искусство и пришёл успех, во многом зависит от руководителя, от его энтузиазма и огромного желания помочь проявиться скрытому таланту ребёнка. Это сродни огранки алмаза, требующие терпения, силы воли, трудолюбия, упорного труда души. И таких увлечённых людей в нашей республике, к счастью, много. Музыка 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 Воспитание детей и молодежи Мы поздравляем громкими аплодисментами Делим с вами большую радость Еще один коллектив Который окрылился от полярной звезды А у них 9 выездов на международные конкурсы Полярной звезды Который окрылился от полярной звезды Это фестиваль Детское творчество Это прежде всего перспектива От нашей республики Одним из таких перспективных вопросов В свое время начала Нынешняя телерадиокомпания Детская телерадиокомпания Полярная звезда Под четким руководством и по инициативе Татьяны Франсиевны Гоголевой В начале 2000-х Когда я работал главой Верхневруйского района Только начинала свою деятельность Академия И к нам приехали К позональному отбору Талантливых детей С тех пор мы сотрудничаем Лично я очень рад этому сотрудничеству С творческим коллективом Академии полярной звезды В 2000-м году Очень много ребят Были удивлены и рады Я помню их глаза Когда глаза ребенка сверкают от радости Это не передать словами Значимость проводимой работы Телерадиокомпании Среди талантливых детей Взрослых Она разносторонняя Есть направление журналистики Наушные исследования Это говорит о том Что масштаб этого проекта Очень солидный Любая идея Без организатора Без идейного вдохновителя Невозможна Таким человеком В развитии Телерадиокомпании Становлении Является Татьяна Фанасьевна Гоголева Благодаря Ей Ее смелости Упорства И трудолюбию Все-таки Полярная звезда Играет огромную роль В развитии Культуры и искусства Нашей республики Пользуясь моментом Весь коллектив Телерадиокомпании Полярная звезда От себя лично И от коллектива Ресурсно-проектного центра Поздравляю 25-летие Это вроде бы Мало Но тем не менее Очень много Сейчас вот За 25 лет Сколько у нас Прошло через Телерадиокомпанию Талантливых детей Большинство из них Они уже стали Заслуженными людьми Вот Звездами Эстрады Деятелями Культуры и искусства Нашей республики Желаю коллективу Творческих Успехов Полетов И самого главного Здоровья Будьте счастливы Пользуясь случаем Поздравляю Замечательный Универсальный Современный Телевизионный конкурс Полярная звезда Во главе которого Стоит замечательный Руководитель Татьяна Афанасьевна Гуглева Наверное в нашей республике Нет человек Который не знал бы Это имя И это справедливо Я вспоминаю 1997 год Когда конкурс Полярная звезда Это был Один из первых Таких Новаторских Методов Форм работы Нашего Якутского телевидения Это Можно сказать Был Сво рода Прорыв Потому что Наконец-то Объектив Якутского телевидения Вышел Из студии И стал работать На детей А что такое дети Это сегодня Конкурс 25 лет Вы представьте себе Если ребенку Было тогда 5 лет То ему сегодня 30 лет Это много или мало Это очень много Очень много детей Не только Якутск Не только из районов Приезжали С самого центра А еще из Наслегов Приезжали Потом Не только Из речи Это было Впервые Мы видели Северных детей Познакомились С ихними Аутентичными Мелодиями Их движениями Их костюмами То есть Мы В целом Мы наконец-то Поняли Что наши дети Очень талантливые Их надо развивать И мы даже Можем сейчас Заметить Ростки детей Которые Когда-то пели И которые Сейчас стали Очень известными Публичными людьми Все это Благодаря конкурсу Полярная звезда Ну что хочется пожелать Конечно Хочется пожелать Чтобы конкурс Долго-долго жил Долго-долго Рассветал И как настоящая Полярная звезда Все ярче Ярче Давал свой свет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мы пришли на конкурс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На конкурсе мы, пожалуй, все учились Впервые и всему Для нас все было Казалось, что это невозможно Что у нас в республике происходит Такой замечательный проект Такое замечательное мероприятие Которое охватило Огромное-огромное количество детей Руководителей Это, пожалуй, была самая первая Самая важная школа для руководителей Для родителей Для детей Мы, дошкольные работники Пожалуй, тоже для себя Открыли следующую ступень Потому что первые наши Мероприятия были Среди дошкольных Образовательных учреждений И мы вышли на ту полосу Когда мы стали участвовать По линии культуры Где в жюри сидели строгие люди Которые требовали, пожалуй Более высокого уровня Наши мастер-классы Заключались в том, что мы видели Друг друга Видели и учились всему Я, я, я Ты раз у певицей Да, да, да Все на перебор Буду власть Петь и веселиться Я так решила И закончим этот раздавод Я так решила И закончим этот раздавод Вспоминаю я вот такой момент Когда мы сидим в огромном зале Нас тысячи, наверное, там Ну, сотни-то точно Большое количество руководителей И каждый хочет спрашивать Вовремя, не вовремя Каждый о своем Почти одновременно И Татьяна Афанасьевна Которая быстро, четко Она становилась просто генералом Который раз Сказал, тишина И она дала те самые ценные указания Которые необходимы всем Когда люди усвоили Культуру участия в конкурсе Потому что это тоже особая наука И в дальнейшем Когда дети пошли выступать На какие-то другие конкурсы Уже спустя много лет Получив такое у себя в республике На этом конкурсе Полярная звезда То ты уже знаешь Необычность конкурса была в том, Что он был по-настоящему профессиональный Потому что дети выходили На самую главную На самую важную сцену в республике На сцену театра, оперы и балета В том, что работали Самые профессиональные звукооператоры Режиссеры Что там был, я не знаю Профессиональный свет, звук Организация мероприятий И то, что это был И сейчас остается Всегда живой звук Это очень важно Когда дети никогда не поют Под фонограмму плюс Они соревновались всегда вживую И были не простые Не просто конкурс Он был дуэльный Если у тебя солист Значит, он выступал в дуэлях Он проходил первый тур И соревновался с кем-то Соревновался, может, для музыкального конкурса Не так звучит Но он выходил на музыкальный ринг На самом деле И показывал все, что он умеет Максимально Стараясь вложить все И музыкальность свою Артистичность Эмоциональность Первые встречи солистов были На первом туре Второй тур И если были равные баллы То дети были вынуждены петь Без музыки То есть вот нужно было Тут же и сейчас Спеть то, что захочет ребенок Чтобы он не терялся Чтобы он мог отвечать на вопросы Чтобы он мог вживую спеть И, конечно, зрители Всегда поддерживали ребят Они хлопали И я думаю, что это самый Такой необычный опыт в жизни Самый важный, пожалуй Оля Спиридонова Горный Улус Пять, 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 пять Петя Сивцев Намский Улус Пять, 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 пять Ну что ж, продолжаем наш конкурс Умай, умай Сев αποfluㅎㅎ Ну что ж, продолжаем наш конкурс Северный Улус Хорошо, что вы думаете ПЕСНЯ ПЕСНЯ Я знаю, как Оля в прошлом году приехала к нам на конкурс. И сколько туров ты, Оля, пропела? Только один. Только один. И я благодарю Олю, что она нашла сил еще хорошо приготовиться. Приехала, видимо, она с серьезными намерениями. Желаем Оле дальнейших успехов. Петя, мы тебя благодарим. Первые на конкурс пришли солисты. Это Юлия Корякина, которая сейчас работает в профессиональном государственном оркестре филармонии. Это Оксана Рязанцева. Яркие солисты, которые в дальнейшем из республики уже вылетели на другие конкурсы, участвовали в Москве. Что тоже было впервые для республики, когда наши дети получили вот такой воздушный мост и в регионы России, и за рубеж. Ребята работали как профессионалы. Было такой огонь желания отрабатывать и пение, и чтобы к этому все шло гармонично. Движения, какие-то вот артистические моменты. ПЕСНЯ Мы смотрели на те коллективы, которые выступали из других улусов. Насколько они готовы, насколько прекрасны. И просто это искусство создания костюма. И когда готовились уже ансамбли на последующие конкурсы, то это было не просто так. Мы подходили к этому очень серьезно. Костюм делался профессионально тоже. У нас свой художник Светлана Ивановна Антонова, который, я думаю, замечательный художник костюмов. И поэтому наши костюмы, они были, наверное, и в дальнейшем играли 50% успеха тоже. Костюм был не просто, он еще и участвовал в песне, участвовал в танце. ПЕСНЯ 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 Полярной звезде 25 лет. Я хочу пожелать, чтобы конкурс «Полярная звезда» оставался, он был первым, и пусть он остается самым высоким, самым лучшим. Я хочу пожелать всем организаторам этого конкурса, Татьяне Афанасьевне, бессменному ведущему, организатору, вдохновителю конкурса, всем участникам, которые работают над конкурсом, операторам, режиссерам, свет, звук, это на самом деле очень большая команда, пожелать успехов, удачи, здоровья всем, счастья. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон»!